Всем доброго времени, друзья! Если что-то непонятно в диалоге между людьми, то назревает недопонимание, нарастает эмоциональный накал. Каждый хочет быть правым и доказывать свою истину. Одна сторона людей начинает негативно реагировать, не слушает мнений других и так далее. И как вот с этим быть? Здесь в данной ситуации есть, конечно, два но. Об этом очень много рассказывал на своих онлайн-конференциях психоаналитик, социолог и писатель Александр Король. Первое, что отметил Александр, это все равно нужно учиться понимать друг друга, так как в материальном мире все идет дошлифовкой. Это как вот впервые вы, допустим, начнете готовить суп. Конечно же нельзя сразу его сделать правильным, пропорциональным, идеальным. Все равно будут погрешности. Или морковь переварится, или картофель недоваренный, либо лапша переварится, и бульон будет нежидким, то пересолено. Вот есть такие моменты, они всегда будут, и это нормально, так как нельзя сделать все с первого раза. И получается, что вот здесь только всем нам опыт, помощь, и побольше время. Здесь даже самое вот, когда мы учимся правильно слышать, понимать других людей, доносить информацию, если вы будете дальше это делать и не сдаваться, потому что как раз вот одна из проблем из типа скромных и душевных людей, один раз попробовавши, не получилось, и все, они отворачиваются от социума и сидят дальше в одиночку в четырех стенах. Это ошибка. Нужно продолжать идти в социум и пробовать еще и еще раз. Если вы дальше высказываете свое мнение, а люди вас, допустим, не слушают и не соглашаются, то сначала вот нужно задуматься, возможно, вы сами не очень политкорректный человек. Может быть, очень остро даете информацию, попробуйте мягче доносить ее другими примерами, попробуйте психологически человека подготовить к тому, о чем вы хотите с ним поговорить. И тогда можно дойти уже вот до такого высокого уровня, что любой социальный слоев общества вас услышит. Просто с каждым социальным слоем общества есть вот индивидуальный свой подход. Это первое было оно. Второе оно – это то, что нужно учитывать момент, что могут попадаться люди, которым бесполезно доносить информацию, но это не надо так, что вы вот пытались достучаться, а до этих людей они вас там не услышали, то все, вот нужно ставить на них крест. Попробуйте еще раз, и может быть вот со второго раза человек вас поймет, или в третий раз, когда будет более подходящая ситуация. Это же все психология, то есть вот существуют люди, которые есть, могут, не хотят тут трезво мыслить и излагать свои мысли, и чаще всего у таких вот людей какие-то инстинкты, эмоции, скажу на психика. Вы примером таком говорите человеку, слушай, надо вот так, а он от дыбы и начинает беситься. А от чего? Ну не от того же, что вы сказали ему там правду, не от того, что он вас не понял или там с вами не согласен. У него это бешенство, да, назовем это чувством таким, включилось от того, что вы сделали ему, допустим, замечание, а ему стало внутри неприятно. Хотя ему даже вот наплевательски на сложившаяся ситуация вообще, кто прав, кто не прав, вы там или он. Он просто вот бесится, и до таких людей вот полно, конечно, в обществе, поэтому, конечно, взаимодействовать с людьми нужно аккуратно, смотреть вот в каком настроении человек. Если в хорошем, то с ним пообщавшись, к чему-то к единому придете и договоритесь. Но бывает так, что на следующий день из-за каких-то либо различных обстоятельств в его окружении он уже, будем, скажем так, вот не в очень хорошем настрое, и с ним уже будет сложнее договориться. Чаще всего у людей, которые вот находятся на низком уровне развития, можно заметить такое явление, что они подстраиваются под других людей, пляшут там под дудкой их, и люди всегда вот такие болваны, что в плане, что могут грубить, спорить, обижаться, плохо там о вас думать. И вот тут социолог Александр Король дает снова отличный совет, что нужно с этим смириться, что люди так устроены, и не надо бояться этого, не вестись вот на такие провокации, не расстраиваться и просто продолжать дальше налаживать контакты в общении с людьми. Поэтому вот, возвращаясь к теме и отвечая на вопрос, как с этим быть, что если вас не услышат и с вами не соглашаются и так далее, давайте так вот, навязывать свое тоже не надо. Вы можете им сказать, что вам не хочется там выполнять, если вы это не хотите, что вы не согласны с этим высказыванием, с мнением. Ну, как-то это все дипломатично выразить. Спасибо за внимание. С вами была Светлана Харчкова. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok